Уверен, что выходные вы провели отлично и не заглядывали на все новостные порталы и каналы. Так вот, наш шеф-редактор Мария Лазарева позаботилась о вас, сейчас расскажет, что произошло, пока вы отдыхали и спали на выходных. Маша, доброе утро. Доброе утро. Ну, я надеюсь, что жители нашего города и гости 25 мая были на Пушкинском празднике, который был в полотняном заводе и который, ну, скажем так, открыл череду мероприятий к 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. У нас на сайте, в наших группах в социальных сетях много фотографий, потому что наш инсайдер Миша Борисов сфотографировал все живинки, которые там были. И вот здесь, на данном слайде, это уже заключительное мероприятие, которое называется «Счастливые пушки». Директор «Щуки» Евгений Князев, кажется, присутствует. Ольга Кабо, другие знаменитые артисты, которые, кстати, высадили липовую аллею в полотняном заводе. Там еще Владислав Шапша, Анатолий Артамонов тоже приложили свои руки, лопаты и деревья для того, чтобы была у нас красота. Так что новая липовая аллея. И, собственно говоря, следите за программой, в том числе за программой нашего канала «Ника», потому что у нас будут тематические программы, посвященные юбилею, ну, точнее, вот, как выяснилось, 225 лет, не совсем корректно называть юбилеем, но громкой дате со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина два поэта на одной кухне сделали программу про Евгения и Онегина. Так что смотрите, смотрите, смотрите и отмечайте, отмечайте и читайте. Насколько я понял, читать-то обязательно, потому что Маша Лазарева первая рекомендует читать. Да, насколько я понял, что мечта Алексея Комова в эти дни тоже воплотилась, и он даже сфотографировался с теми самыми скульптурами Пушкина и Антоли Гончаровой. Да, общественные деятели и телеведущий Петр Толстой также был на этом празднике, и он особенно восхитился памятником и сказал, что так здорово, что талант Олега Комова, великого скульптора, он все-таки нашел свое воплощение в идеальном для этого месте. Более чем уверен, что праздник удался, судя по масштабу, размаху и лицам, которые участвовали в нем, теперь к делам повседневным. Наш любимый искусственный интеллект все ближе подбирается к нам. Насколько я понял, теперь он будет действовать в том числе на нашем любимом ресурсе после ВКонтакте – госуслуги. Да, так точно. Если вы часто пользуетесь госуслугами, то вы уже, наверное, познакомились с роботом-помощником, которого зовут Макс. И, собственно говоря, Макс – это точка приложения генеративной модели искусственного интеллекта. Ее уже тестируют в Минцифре, и пока они не сильно делятся информацией, например, что именно за система легла в основу этого искусственного интеллекта. Но они понимают, что искусственный интеллект, он делает все процессы проще, понятнее, доступнее, быстрее. Поэтому мы надеемся, что наши госуслуги станут еще быстрее. Тем более, искусственный интеллект внедряется не только в госсервисах, но и на видеохостингах. Рутуб и Япи, они заявили, что в их сервисах коротких видео, в шортсах, я думаю, это так называется там. Совершенно верно. Для того, чтобы настроить, а, систему рекомендаций, и, б, систему модерации контента, потому что искусственному интеллекту, опять же, проще, быстрее, чем человеческим глазам, можно увидеть тот контент, который потенциально нарушает закон. То есть, сцены алкоголя, табакокурения, ну и все-все-все остальные штучки, которые лучше бы большинству людей не видеть. Это не придется целому зданию людей отсматривать материал. Они прогуляются лучше в летние дни, а и в другие дни тоже. А искусственный интеллект поработает. Да, да. А тревожная новость еще есть. Неужели закроется ICQ? Да, мы переходим к новостям социальных сетей. 26 июня, скорее всего, будет последний день работы Аськи. Это люди, которые пользуются пейджерами все еще, и у них есть Аська. Наверняка. Слушай, даже Песков сказал, что в Кремле, между прочим, пользовались Аськой тогда, когда у этого мессенджера был расцвет. Так как ICQ принадлежит сейчас семейству ВКонтакте, они решили, что лучше потратить ресурсы на развитие ВК-мессенджера и других ресурсов системы, чем поддерживать Аську, которой пользуются нескольких людей. Хотя я знаю, что однажды из-за того, что общались двое людей, один из них перепутал номер Аськи, попал к девушке, они потом встретились, и они даже дочку назвали Асей, Анной. Фантастика просто. Только самые хорошие воспоминания у нас останутся от этого мессенджера. А звук-то какой? Да, в голове он сейчас прозвучал. Да, ну и, собственно говоря, социальные сети, кстати, докладывают о том, что падают их охваты. Не сильно, но падают. Я-то сначала, когда прочитала эту новость, понадилась, что люди наконец-то хотят развиртуализироваться, они выходят в реальный мир. Но нет, оказалось, что сейчас стали лучше считать, не округлять, и поэтому вот эти выпадения, скорее всего, связаны с тем, что просто теперь лучше и честнее считают. Судя по другим технологическим новостям, мы с огромным темпом движемся в новый кибермир. Насколько мне известно, есть интервью с человеком, которому вживлен чип в голову. Это интервью вышло вчера. Это человек, которому в мозг был вживлен чип, и из этого интервью мы смогли узнать, что человек парализован ниже шеи, что вставлять чип совершенно не больно, он не болит и не ощущается. Но в целом для тех, кто знает устройство мозга, человеческую анатомию, никаких сюрпризов нет, потому что в мозге нет рецепторов боли, поэтому вся операция на открытом мозге проводится без анестезии, для того, чтобы сразу понять, что что-то не так. Чип позволяет человеку подключаться к интернету через Bluetooth, он там листает социальные сети, у которых там падают охваты, но новый человек там есть, играет в шахматы, играет в компьютерные игры, ну и, собственно говоря, радуется жизни, дает интервью журналистам. Это просто фантастика, то есть у него нет возможности двигаться, но вот этот чип помогает ему перемещаться в виртуальном пространстве. Да, 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 то есть руками он этого сделать не может, а силой мысли может. Но сейчас мы вас еще более удивим, друзья. Насколько я понимаю, есть практика или планируется практика? Слава богу, пока нету такой практики. Но, тем не менее, заявлен стартап, показана видеопрезентация технологии, которая может отрезать голову и представлять эту голову другому дону. Не в мультфильме. Не в мультфильме, а в реальной жизни, но пока что не с реальными людьми. Говорят, ну лет через 10 мы уже на реальных людях опробуем сюжет произведения голова профессора Дойля, великого фантаста Беляева. По факту эта технология должна решить ту же самую проблему. Если человек парализован, и у него нет денег на чип, или он по каким-то причинам не хочет себе в голову что-то вставлять, можно взять голову и переставить на тело другого донора. Во всяком случае, так обещают авторы стартапа. Но что интересно, тот хирург, который все это разработал, кстати, искусственный интеллект участвует в этом процессе, робот многорукий, в котором встроена нейросеть, голову отделяет, четко рассчитывает, чтобы все срастить, нервы, сухожилия и так далее. Доктор говорит, да-да-да, через 10 лет мы уже любому человеку сможем пересадить голову. А вообще я хочу заниматься косметологией, неожиданно заключает хирург. Не знаю, как это связано, но если что. Мне кажется, здесь прослеживаются следы нейросетей, они закрыли Аську и придумали, как пересадить голову человеку. Хотел еще поговорить по примеру продолжения «Майор Гром». Да, поговорим. Буквально несколько секунд остается на это. Хорошо. Мне в этом плане понравились две новости. Первая школьница нелегально пробралась на премьеру, где присутствуют все звезды, взяла у всех автографы и загнала вот эту вот бумажку больше, чем за 300 тысяч рублей фанатам. Они умеют зарабатывать. А режиссер сказал, что, слушайте, так все хорошо идет, мы снимем продолжение-продолжение, так что все будет хорошо. И «Жуки» тоже будет четвертый сезон, хотя говорили, что третий-последний. Съемки в Калужской области? Да. Маша, спасибо огромное. Друзья, теперь и вы все знаете.